Привет, друзья! И снова Фикс Прайс. Пошла я посмотреть там постельные принадлежности. Мне мама сказала, что видела там у нас какие-то подушки специальные, продают что-то типа ортопедических. Я чуть не поверила, думала, как-то в Фикс Прайсе она что, 50 рублей? Ну, 100 рублей это ортопедическая подушка. Ну, что-то, короче, не нашла. В итоге, пока ходила, появились такие у нас книги. И моя чудесная дача, это от Комсомольской правды. Я так подозреваю, что это старое издание. Вот, я себе выбрала хвойное растение. Как видите, здесь 21, это 21 выпуск. И пряности на грядке 6 выпуск. Там вообще их дофига лежит разных. Ну, вот, как бы остальные мне не нужны. Ну, еще, да, кучу взяла. Да, у нас появились вот такие мексиканские лепешки огромные. Они уже стоили, помните, я показывала вам злаковые. Злаковые там 2 упаковки за 50. Здесь уже одна упаковка за 50. И здесь, честно говоря, не знаю даже сколько, а тоже 4 штуки. Вот, и, в общем, взяла обычные пшеничные и вот такие вот с сыром. Еще, значит, взяла лиски, курицу. Три штучки по 16, они с чем-то были. Вот, взяла вот этот вот, мне понравился. И взяла еще вот этот. Видите, разницу в размере. Вот тоже маркетинг. Размер этого батончика и этого. Цена одинаковая, 25 рублей. Этот я уже пробовала. Он кокосовый, мне нравится кокос. Я обожаю кокос. И, в принципе, очень удобно, когда куда-то едешь, например, знаешь, что не успеешь пообедать вовремя, можно взять с собой, съесть и, в принципе, ты сытый. Но не злоупотреблять, потому что там все-таки сахара много. А вот этот я не пробовала. И вроде здесь он с карамельным вкусом. Чисто на пробу, не знаю, понравится или нет, посмотрим. Вот, и еще взяла вот такую гадость. Знаю, это не полезная вещь. Но иногда хочется. Вот, взяла три штуки. По 5 рублей они, по-моему. Не знаю, просто захотелось. Все же лучше, чем чипсы за 50 рублей. А тут всего 15. Ну и вот. Такой у меня чек получился. Вот, лепешки по 50, книги по 50. А так, в принципе, мелочь. Вот эта мелочь набрала мне на 300 рублей с лишним. И, кстати, у кого есть карты, вот тут пишут, купите карту, зарегистрировайтесь. У кого есть карты, если помните, до Нового года у них была такая проблема, что, типа, их сайт сломали и все карты заблокированы. Буквально неделю назад, я как поняла, они снова возобновили действие карт. Но вам нужно заново ее зарегистрировать на сайте. Иначе баллы начисляться не будут. А если вы свою карту не зарегистрируете, она через какое-то время аннулируется. И все баллы, которые на ней есть, они тоже аннулируются. Это вообще цирк. Я просто в шоке после такого. Ну вот, в общем, такие мои маленькие покупки были. Подушек там никаких я не увидела. Контейнеров, кстати, как я и говорила, в нашем нету в фикс-прайсе. Вот тех больших с зелеными крышками нету. И маленькие, они стоят дороже почему-то. Хотя это сеть вроде бы как магазинов. И еще, кстати, я увидела, появились у нас эти блокноты с сердечком, которые уже все понакупали. Но что-то меня как-то жаба задушила. Я как увидела этот маленький блокнотик. Маленький блокнотик. Формат А5. Даже не А4, а А5. И я такая, ну нет. Тем более листов там не очень много. Там не 80 листов, а листов около 40, 36 или даже еще меньше. Да, они плотные, да, они белые, без всяких ренок. Да, он на спиральке, как я люблю, но 50 рублей. Нет. В общем, я его не стала брать. Такие мои покупки маленькие. И опять она болезнь. Впечатления от фикс-прайса. С каждым днем все больше и больше. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok